Это новости на канале НСК 49. Мы выходим в эфир из домашней студии. Здравствуйте и смотрите сегодня. В масках на карусели. Оперштаб уже более месяца каждый день приводит похожие цифры заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Между тем начинают работу аттракционы, работающие на свежем воздухе. В Кемерово нелегально. Дефицит автобусов на междугородных маршрутах привел к образованию очередей на автовокзалах, что в свою очередь стимулировало бизнес нелегальных перевозчиков. В сентябре на концерт. В сентябре свою деятельность возобновляют концертные организации Новосибирской области. Масштабное выступление артистов на набережной запланировано уже на 4 сентября. Пошла на спад. Заболеваемость коронавируса в нашем регионе уже второй день находится на уровне ниже 100 новых случаев в сутки. Хотя количество смертей продолжает расти. Тем не менее, власти продолжают смягчать ограничительные меры. Подробности далее. 97 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Такую информацию утром 5 августа обнародовал оперативный штаб. Накануне этот показатель составлял 95 человек, а в понедельник 3 августа стало известно о 106 случаях заражения COVID-19. Со смертностью от коронавирусной инфекции ситуация менее благополучная. Скончались еще 4 пациента. Самый молодой из них был 31 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 255 человек. В отделениях реанимации находятся 62 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких 15 пациентов. По официальным данным среди регионов Сибири наибольший процент выздоровевших демонстрирует Хакасия – 88%. За ней следует Красноярский край – 87%, который лидирует по абсолютному числу пациентов, победивших коронавирус, и Новосибирская область – 83%. В целом по Сибири за весь период вылечились от коронавируса более 55 тысяч человек. Это около 75%. Это выше показателя предыдущей недели – 72% и чуть ниже среднероссийского – 77%. Тем временем губернатор Андрей Травников разрешил с 3 августа работу аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Таким образом, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует. И судя по статистике, по крайней мере пока это не привело к росту заболеваемости COVID-19. Нелегальные перевозчики, нехватка билетов и незаконные автостанции. Все это стало реальностью на рынке междугородных автобусных перевозок с приходом пандемии коронавируса. Почему сложилась такая ситуация и не исчезнет ли у новосибирцев возможность безопасно добираться на автобусах до соседних городов, разбирался Василий Акимов. Режим ограничений повышенной готовности, введенный с приходом COVID-19, стал серьезным испытанием для перевозчиков, работающих на междугородних автобусных маршрутах. Впрочем, как и для пассажиров, столкнувшихся с серьезными трудностями при покупке билетов. Например, общественник Михаил Мезенцев в конце июля просто не смог приобрести билет до Новосибирска на автовокзале в Кемерово. Позвонил диспетчеру автовокзала, уточнил, возобновилось ли сообщение. Он сказал, да, но в ограниченном режиме будет только два автобуса. Это в 7 утра и в 14.30. Я в 12 часов приехал на автовокзал, разумеется, билетов уже не оказалось. И, в общем-то, с сочувственным взглядом кассир меня проводил. Однако сразу же на выходе из автовокзала ему предложили несколько вариантов, как доехать до Новосибирска на неофициальных маршрутах лишь чуть дороже, чем у официального перевозчика. Борьба с коронавирусом и ограничение передвижения граждан очень важны. Вот только делать это надо так, чтобы от этих мер была хоть какая-то польза, уверен Михаил Мезенцев. К чему вот эти официальные меры, которые предпринимают власти для того, чтобы якобы ограничить что-то, но в это же время на самом деле никаких ограничений фактически не существует. Более того, начинает процветать вот этот нелегальный бизнес, который, ну, в какой-то степени, наверное, наносит ущерб, в том числе и предприятиям, которые должны осуществлять эти перевозки. И, ну, наверное, все-таки это некая опасность для граждан, которые едут непонятно с каким водителем. На Новосибирском автовокзале знают о проблеме с нелегальными перевозками. Более того, они говорят, что добросовестные автопредприятия оказались в неравных условиях в сравнении с нелегалами. Легальных перевозчиков, легальный вот наш автовокзал, кассодиспетчерские пункты проверяют постоянно. Постоянно. А сейчас в условиях вот этого кризиса, который наступил коронавирус, еще и плюс санитарные обработки, маски, постоянные обработки места общего пользования. Это все надо, мы это все делаем. Только нелегалы этого не делают. Нелегальные перевозчики, которых никто не контролирует, представляют угрозу не только для работы официальных автопредприятий, но и для жизни и здоровья людей, пользующихся их услугами. Нелегалы не тратят деньги на транспортную безопасность. Нелегалы не тратят деньги на медосмотры, на технические осмотры машин своих. Они не следят за графиком работы водителей. То есть нет никакой безопасности обслуживания пассажира. На Сибирске даже возникли целые нелегальные автостанции, то есть места, где концентрируются нелегалы и о которых знают многие пассажиры, как и контролирующие органы, не предпринимающие видимых шагов для их ликвидации. Появляются они из-за того, что власть как областного уровня, так и федерального уровня, контрольные органы, они бездействуют. А бездействие порождает безнаказанность и вседозволенность. И поэтому нелегальные перевозчики, нелегальные автостанции, они чувствуют себя очень комфортно. Навести порядок в сфере пассажирских перевозок – такая задача стоит сегодня перед официальными перевозчиками. Получится ли благодаря этому и с нелегалами справиться, или для пассажиров создать более комфортные условия – пока не ясно. Как и то, последуют ли их примеру в других городах? Наверное, все же потребуется и помощь контролирующих органов, которые пока, судя по всему, предпочитают не вмешиваться в сложившуюся ситуацию. Здоровье и знания для россиян должны быть бесплатными. Известный российский политик предлагает на законодательном уровне убрать частный капитал из образования и медицинского обслуживания, ЖКХ и строительства. Какие шаги необходимо, по его мнению, предпринять и что уже удалось сделать – смотрите далее. Навести порядок в социально важных сферах. Владимир Жириновский предложил на законодательном уровне убрать частный капитал из образования и медицинского обслуживания, ЖКХ и строительства. По его словам, он не просто не оправдал себя, а напротив, ситуация еще более ухудшилась. На тех же студентах и их родителях просто зарабатывают деньги. Как и здравоохранение. Вас не лечат, а калечат. Обязательно. Эти две сферы – здоровье и учеба – должны быть бесплатные. Потому что, когда мы ввели туда частный сектор, мы предполагали, что улучшится образование, улучшится здравоохранение. Все наоборот. Частный сектор за истекшие 30 лет себя не оправдал. Ни в одной сфере. Государству необходимо усилить свою роль в отношении жизненно важных сфер. Лидер ЛДПР предлагает на законодательном уровне убрать частный капитал из образования и медицинского обслуживания, ЖКХ и строительства. Делили РАО и ЕС. Тарифы повысились. И электростанции некому ремонтировать. Собственность пораздавали. Тоже это ни к чему хорошему не привело. Охрану лесов убрали. Ничего хорошего. Землю на продажу. Ничего хорошего. Управляющие компании, ЖКХ. Ничего. Нигде частный сектор себя не показал. Приближается начало учебного года. И многие студенты, приехавшие на учебу в Новосибирск, столкнутся с нехваткой мест в общежитиях и с достаточно высокой оплатой за учебу. Лидер ЛДПР отметил, что если в предыдущие годы предложения партии об увеличении пособий и стипендий отклонялись правительством без обсуждения, то сегодня Министерство образования и науки, скрипя сердце, все-таки согласилось хотя бы рассмотреть предложение об увеличении стипендий до размера МРОД. Образование, здравоохранение, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного и жилищного строительства частный сектор себя полностью дискредитировал. Владимир Жириновский фракции ЛДПР предлагает на законодательном уровне убрать частный капитал из образования и медицинского обслуживания, ЖКХ и строительства, чтобы наконец-то навести порядок в этих сферах и заставить их работать на благо людей. Эти проблемы назрели уже давно и требуют своего решения и, конечно же, предварительного широкого народного обсуждения. Ситуация с разработкой песчаногравийного карьера месторождения Кучина в Ленинском районе Новосибирска, против чего с самого начала протестовали местные жители, перешла в судебную плоскость. Теперь компания, ведущая там добычу инертных материалов, пытается с обычных людей получить компенсацию за подпорченную деловую репутацию и производственные убытки. Наш корреспондент побывал на одном из заседаний суда. Карьер с названием месторождения Кучина расположился в самом центре жилищного массива. С началом его работы местных жителей стало затапливать огороды и погреба. Мы об этом уже рассказывали. Теперь же компания «Старица», ведущая добычу песка рядом с жилыми домами, решила подать в суд на граждан, которые протестовали против завоза оборудования. Любопытно, но по данному вопросу в суде свидетелем выступил генеральный директор предприятия. При попытке завести оборудование для работ, а именно земеснаряд финского производства, ватермастер, мы столкнулись с противоправными действиями жителей, которых подстрекала Сергеева Анастасия Валерьевна. Анастасии Сергеевой, координатору инициативной группы ТОС Баласный, фирма «Старица» в суде предъявила более 580 тысяч рублей убытка, якобы за простой техники. Судится компания и с другими активными гражданами, вставшими на защиту жителей. К Сергеевой у них три иска. Вот этот по убыткам, еще два иска по защите деловой репутации. Один они проиграли. Он сейчас в апелляции в областном суде. Одно требование тоже по защите деловой репутации в арбитраж было передано. И еще два процесса против предак. И еще против, по-моему, один процесс, против одной из жительниц. Может возникнуть впечатление, что пришла компания, деятельность которой активно поддерживает мэрия, региональное министерство природных ресурсов и экологии и начала прессовать недовольных через различные судебные инстанции. Для того, чтобы маленько погасить жителей в их желании судиться и вообще как-то препятствовать. Ну, понятно, что, наверное, я не могу комментировать, насколько в рамках закона они действовали. Просто я считаю, что граждане любой страны, нашей, мы считаемся демократическим государством, светским, я считаю, что имеют право граждане свою позицию высказывать и в том числе и препятствовать. Конечно, в том числе и спрашивать документы. Пока что судебные разбирательства продолжаются. По одному процессу они проиграли, потому что они хотели получить земельный участок для проезда именно уже в самой этой санитарно-защитной зоне. Арбитражный суд им отказал, но мэрия выдала разрешение на использование. Там как-то это без договора аренды. В общем, выдали по основанию постановления правительства без торгов, но мы, наверное, тоже будем оспаривать это решение. Жители понять легко, кому понравится работающий прямо под окнами карьер. Грохот, пыль, рев тяжелой техники. Сложнее понять чиновников, которые выдали разрешение на разработку песка посреди жилого микрорайона. Возможно, суды все-таки встанут на защиту интересов жителей, на защиту их имущества, огородов, погребов и, в конце концов, вправо жить в тихом, спокойном месте, в каком они многие десятилетия и проживали. Как должен выглядеть сквер Воинский? Оказывается, это знают жители Октябрьского района Новосибирска. Зеленая зона площадью более 3,5 гектаров, расположенная на пересечении улиц Воинская и Никитина, давно заброшена. Но, похоже, у нее все же есть перспективы стать любимым местом отдыха горожан. Раньше, еще в 1911 году, здесь, на окраине Новониколаевска, располагалось Закаменское кладбище. Позже оно было официально закрыто, а в 1974 году полностью снесено. Со временем территория заросла деревьями и бурьяном и стала излюбленным местом маргинально настроенных личностей. Но в марте этого года активисты местных ТОСов обратились в общественную организацию «Город», руководит которой Андрей Гудовский, с предложением взяться за благоустройство Воинского сквера. И вот уже волонтеры-общественники очистили сквер от бытового мусора. И как бы в подтверждение того, что и чиновники верят в то, что на этом месте действительно будет сквер, на муниципальном портале с 4 по 18 августа организовали опрос, который должен повлиять на разработку проекта Воинского сквера. Участие в этом деле может принять любой желающий. И, наверное, чем больше людей выскажет свое мнение, обозначит какие-то проблемы данной территории, тем интереснее получится зеленая зона отдыха. Тишина для филармонии – ситуация непривычная. Более пяти месяцев зритель не заполнял зал, а смычки не касали струн. Но время пандемии уходит в прошлое. Филармония вновь открывает свои двери и возобновляет концерты. О начале работы Новосибирской филармонии, о новых планах совместно с Министерством культуры расскажем в следующем сюжете. Работа учреждения культуры постепенно входит в обычное русло. Начинаются репетиции, строятся планы, ведутся переговоры. В филармонии музыканты двух оркестров приступили к репетиции программ нового сезона, который планируется открыть 4 сентября. Весь август будет отдан полноценному репетиционному процессу. Перед музыкантами и руководителями всех творческих коллективов Министерство культуры Новосибирской области поставило новые задачи. Чтобы воспитать нового зрителя, музыканты должны сами прийти к нему в микрорайоны на работу в школы. Все новые школы, имеющие прекрасный зал от 500 мест до 700 у нас есть, с прекрасным оборудованием, предоставить в распоряжение обслуживание детского населения школьников самих школ и взрослого родителей, бабушек, дедушек этого населения, живущего на микроучастках. Единственная проблема этого проекта – отсутствие отдельного входа в фойе перед школьными залами. Но, как утверждает Наталья Ярославцева, эту проблему будут решать с Роспотребнадзором. Я обращаюсь к руководству филармонии. В таких залах прошу чуть ниже поставить стоимость билетов. Мы будем школам оплачивать арендную плату обязательно, но ниже, потому что это неискушенный зритель. Он никогда не слушал ни симфонических, ни русского народного. Проблема неподготовленного зрителя стоит во всем мире. Поэтому коллективам предлагается исполнять не только классику, но и детские произведения, современные и даже креативные. Там давно уже в Японии есть очень тесная государственная связь со школой. Причем она происходит конкретно. Там учителя в школах проходят согласованные произведения, готовят слушателя. Мы будем это делать. По словам Томаса Зандерлинга, сейчас музыканты во всем мире из школьников знакомятся с звучанием различных музыкальных инструментов, в том числе и народных. Но для восприятия народной музыки зрителя нужно воспитывать. Смену себе готовим. Это очень-очень важно. Потому что что нужно артисту? Думаете, очень большая зарплата? Ну, хоть какую ему большую зарплату дай. Все равно удовлетворения может не быть, если в зале будет плохой прием, если публика будет неподготовленной. В сентябре филармония открывает сезон. Будут даны концерты по всем абонементам. Будет сыграна программа запланированного Транссибирского фестиваля. Тогда и начнется новый этап в подготовке и воспитании будущего поколения зрителей.